На скамье подсудимых двоюродные братья Анатолий Сергей Поповы и Николай Кончиков. Их подозревают в убийстве жителя Баграда. В зале судебных заседаний звучит фраза «Из мести за изнасилование жены Анатолия Попова». По версии следствия, год назад подозреваемые приехали к жертве в дом и пытали его. Мужчина умер в больнице через три дня. После его смерти все трое явились с повинной. Год шло следствие, сегодня последнее слово и приговор. Внутри не помню, потому что, возможно, это осторожно, что мы здесь ходим человеком. Перед оглашением приговора судья около часа перечислял способы, которыми Кончиков и братья Поповы пытали жертву. Текст больше похож на сценарий к фильму ужасов. После чего, облив водой, перевернул Ерошина на бок и, взяв эмалированный ковш, силой воткнул рукоятку ковша в задний проход потерпевшему, причиняемое особое мучение и физическую боль, после чего покинул дом потерпевшего. Суд приговорил всех троих предполагаемых мучителей к разным срокам. Всем в колонии строгого режима. Анатолия Попова к девяти годам, Николая Кончикова к пяти годам. Меньше всего досталось Сергею Попову один год и один месяц в колонии строгого режима. Это достойный срок, считает его адвокат. Нет в действиях моего подзащитного вот такого тяжкого состава преступления. И я считаю, что вот моя работа, скажем так, ну не прошло все даром и вот сегодняшний результат. В целом адвокаты всех троих подозреваемых довольны приговором. Но у вдовы погибшего противоположное мнение. Такое издевательство. Одному вообще год дали. Они же делали осознательно все это. Они должны были отвечать за свои поступки. А делали умышленно все это. На обжалование приговора суда у вдовы по закону есть 10 дней. Руслан Романов, Евгений Сульбереков. Новости 7 телеканал.